Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас такая веселенькая заставочка, потому что сегодня у нас будет разговор про Новый Год. Одна из подписчиц мне подала идею, и я за нее ухватилась. Она мне написала, вспомните, какой у вас Новый Год был в детстве, расскажите, как там все это у вас было вообще, и как мы праздновали, и какие подарки были. Ну, в общем, все, что сейчас я вспомню, я вам расскажу. И даже покажу немножечко фотографий, которые сохранились еще с 60-х годов, где в детском садике фотографировали нас, и какие были елки. Ну, давайте по порядку. Что я помню в детстве, в самом глубоком детстве, если брать период детского сада, еще дошкольный возраст, дома Новый Год я не помню, как мы праздновали, потому что, скорее всего, нас с сестричкой укладывали спать, потому что детям... Ну, вообще, я помню, что родители не разрешали детям сидеть за одним столом со взрослыми. Нас всегда, если мы в гости ходили, сажали отдельно, мы кушали отдельно. В общем, взрослые отдельно, дети отдельно. Ну, и потом Новый Год празднуется в 12 часов. Это уже время сна. Детям уже не положено сидеть за столом, не положено кушать. Ну, так считали мои родители. Наверное, в те времена это было так принято. Дети воспитывались все-таки в дисциплине, знаете, не то, что сейчас. Вот. Ну, а когда уже постарше была, ну, я, по крайней мере, помню, вот Новый Год уже в школьных годах. Ну, посидим, покушаем, послушаем там речи, не знаю, Брежнева. Вот. Куранты пробили, ура, прокричали, салютик посмотрели и баиньки. Ну, вот такой вот Новый Год проходил у нас дома. Но не все было так печально. Я помню, что каждый год мама брала в профсоюзе такие вот билеты, пригласительные, на елку. И так как моя мама работала тогда в спорткомплексе, и каждый Новый Год в спорткомплексе я была на елке, и еще был билет в дворец спорта, и там тоже вот на представление мы ходили. Больше всего я люблю получать подарки. Вот тогда, когда было вручение подарков, вот это был самый такой, наверное, интересный момент. Ну, честно говоря, наверное, может быть, потому что каждый Новый Год, в принципе, был где-то аналогичен к предыдущему. Так особо нового ничего не было. Но во всяком случае в спорткомплексе, когда моя мама работала, я там целыми днями проводила время, я там спортом занималась, и просто гуляла по спорткомплексу, пока моя мама работала там, делала свою работу. Я даже помню, как-то заглянула в комнату, где собирали подарки. И я вот помню, что в подарках мне больше всего нравились шоколадные конфеты. Конфеты были всегда одни и те же, мои любимые, до сих пор. Это была вот конфета-ананас, мишка на севере, белочка, красная шапочка, мишка косолапый, вот эти с вафельками, я помню. Потом там еще были какие-то карамельные конфеты с повидлом внутри, рачки или раки как-то назывались, вот такие конфетки тоже были очень вкусными. И там пачка была вафелек, но вафельки были всегда такие лимонные, с лимонным вкусом. Вот эти вафли я не очень-то любила. В общем, короче говоря, эти подарки раздербанивались в течение там нескольких дней, кушались. Мама говорила сразу все не съедать, все по чуть-чуть. Я помню, шоколадные конфеты, вот эти вот уминала с удовольствием в первую очередь. Ну, в принципе, подарки, наверное, собирались тогда по какому-то стандарту. Я так думаю, потому что даже во дворце спорта тоже были где-то аналогичные конфеты. А когда в спорткомплексе подарки собирались, я помню, заглянула в эту комнату, и там вот работники спорткомплекса, женщины, они собирали вот эти, я видела, как собирают эти подарки, вот они берут этот кулек, и вот такие коробки большие с конфетами стоят, и вот они подходят, значит, эту одну конфетку, этих там две, допустим, по списку, все это складывалось, запаковывалось и все. И потом вот этот билетик уже в конце представления отрезался. Сначала контроль, мы заходили, представление смотрели, потом, когда мы шли в гардеробную, отрезался сторона другая, подарок, выдавался этот подарок, и в общем, потом он кушался. Про подарки, вот это я помню. А что касается Деда Мороза, одна подписчица мне написала в комментариях, зачем вы, внучки, сказали, что это не от Деда Мороза, а от вас? Девочки, но дело в том, что я не знаю, в Деда Мороза, ну может быть, ребенок может поверить, еще там, когда ему года три, может быть, я не знаю, но, по крайней мере, вот внучке моей уже шестой год, и она прекрасно понимает, что Дед Мороз, но он не настоящий, и я знала в детстве, что Дед Мороз не настоящий. Я даже знала этих людей, которые в спорткомплексе переодевались в Деда Мороза и в Снегурочку. Я понимала, что это какая-то игра новогодняя такая, вот елка, представление, и все, кто переодевался в Деда Мороза, в Снегурочку, в каких-то животных, там, в медведя, там, я не знаю, еще в кого-то, это все, ну, обычные люди, которые переодеты в какие-то костюмы, потому что в детском садике нас тоже одевали в какие-то костюмы, там, то Снежиночка, то Снегурочка, то еще там кто-то такой. Кстати говоря, я сейчас вам покажу несколько фотографий, правда, фотографии девочки очень старые, они уже такие потрепанные, по крайней мере, несколько штук я нашла, где более-менее четко еще сохранились фотографии, но им-то уже около 50 лет этим фотографиям, конечно, Крым и Рым уже прошли, ну, посмотрите. Не знаю, как найти ракурс, так, чтобы лампа не отсвечивала, ну, вот так. Ну, вот эта фотография, и вот это, это видно по костюму, и по прическе моей, что это в один и тот же год сделано, фотографии уже потрепанные, уже такие старенькие, рваные. Здесь, не знаю, мне около 2-3 лет примерно, ну, вот такой вот был костюмчик у меня, снежинка, снежиночка я была, и обратите внимание, какие были тогда гирлянды на потолке, просто лампы обычные, обычные простые лампочки, ну, вот елочка такая красивая, мальчики в бантиках, все очень красиво. Здесь вот уже я постарше, я здесь была, как сорока белобока, вот такой подарок у меня был, он в виде эскимо, там конфеты внутри лежали, это я уже помню, но здесь мне, наверное, было около 5 где-то лет, наверное, вот такой вот примерно возраст. Ну, а вот эта фотография, это уже в спорткомплексе, там был такой переход, такой коридор длинный между бассейном и спортзалом, и мы обычно проходили через этот переход уже с Дедом Морозом, сначала смотрели представление, где елка в спортзале, а потом на бассейне, там тоже у нас были интересные очень представления. Ну да, к сожалению, мало фотографий сохранилось до нашего времени, были какие-то выцветшие фотографии, которые не разглядели, ну плохо разглядеть, я даже показывать их не буду, такие любительские. Эти фотографии еще более-менее профессиональные, там фотограф фотографировал, и вот они, видите, сохранились до наших времен, фотографии тогда на пленку фотографировали, проявитель, закрепитель, но главное, чтобы там все это было по правилам, видите, уже более 50 лет некоторым фотографиям черно-белым, и вот они еще сохранились в таком четком виде, да. Ну, как у нас проходил Новый год в спортзале, я вот помню, что елку наряжали, я тоже, кстати, смотрела, я гуляла там по спортзалу, видела, как эту елку наряжают, большая, красивая елка была, даже это была не одна елка, а там много елок было в такую железную длинную штуку, воткнута, и, в общем, это получалась огромная-огромная елка. Вот, ее наряжали таким большими игрушками, в общем, все было красиво, большой спортивный зал, и вот там были дети, уже когда приходили мы на елку, были дети работников завода, Дед Мороз, раз-два-три, елочка, гори, вот это все, там белый медведь приходил, в общем, какие-то были аттракционы, я помню, даже были такие вот снежинки, как, не снежинки, ну, как вот, лепят, шары вот такие снеговые, которые потом бросают, их делали из ваты, а вокруг клеем, каким-то клеем обмазывали, и вот они внутри мягкие, а снаружи как бы твердые. И вот мешок этот высыпался, свет выключался, еще включали, мне очень нравилось тогда какой-то вот этот синий цвет, если вот я была, допустим, в белом каком-то платьичке, оно становилось таким голубым, таким цветом, знаете, красивым, бантик вот это все, и вот эти снежки тоже, они такие вот летали голубые, и мы там вот это в темноте, друг друга это все кидали, все это было весело, задорно, интересно, ну, по крайней мере, вот весело проходило, все. Потом после спортзала мы шли на представление в бассейн, шли по вот этому длинному переходу, он тоже был украшен, как будто мы по какому-то лабиринту идем. Мы из спортзала переходили в бассейн, и в бассейне тоже так красиво, приглушенный свет, мы садились, смотрели представление, и вот этот белый мишка, он там прыгал с вышки, там какие-то сальто делал, потом там плавали какие-то там, ну, лягушки, русалочки, дельфинчики, в общем, делали нам еще представление на воде. Ну, все это было интересно, все это для ребенка было увлекательно посмотреть. Ну, и все. А потом мы шли за подарками, с этими подарочками уже радостные шли домой. Кто-то еще из подписчиков мне написал, зачем вы заранее подарили подарки. Вы знаете, я не знаю, вот у меня, все мое какое-то воспоминание детства, оно у меня все-таки связано вот с этим вот до новогодним, как сказать, канун Нового года. И вот эти все подарки, и вот эти все представления, все это в канун Нового года было. Но тогда не было так много выходных. Это сейчас, после Нового года, уже там 10 дней еще люди отдыхают. А тогда вот первое, второе было выходное, потом уже все будние дни люди шли на работу. Ну, можно сказать, отходили после Нового года, отдыхали после Нового года два дня, и потом шли на работу. 31-й был рабочий день, но он и сейчас, по-моему, до сих пор рабочий день. Ну, и вот эти все елочки, все эти представления, все эти поздравления, утренник в детском садике, все это было до Нового года. Поэтому у меня такая ассоциация, что декабрь месяц, особенно вот вторая половина декабря, это уже идут поздравления, вручения подарков, и сам весь такой праздник, вот это вот все состояние предпраздничное, такое волшебства, подарков, чего-то приятного, это все связано вот с до новогодним, скажем, часом. И вот вы знаете, как в сказке в Золушке, как говорится, 12 часов пробило, праздник закончился. В общем, как-то так. Ну, елочка там, она еще у нас стояла, я помню, мы пельмени там еще лепили, с этими всякими штучками, на старый Новый год, и елку покупали натуральную, они тогда дешевые были, часто очень елочку дарил мой крестный, перед Новым годом, мы наряжали буквально там ее за день, за два, перед Новым годом, сажали ее в ведро с песком, и потом еще этот песок поливали, чтобы эта елочка постояла подольше, и не осыпалась раньше времени. Вот, ну, хотелось, старались, чтобы она достояла до старого Нового года. Но потом, как мы ее выносили, конечно, с нее вот так вот иголки все сыпались, потом долго и нудно, приходилось вышкребывать эти иголки с полоса, не будем о грустном. Ну, и потом, почему еще вот под елочку я не ставлю подарок для ребенка? Во-первых, ребенок, в принципе, вот эти дети, которые еще до школьного возраста, в 12 часов они уже спят. Все подарки, как говорится, в детском садике на утреннике, все это вот оно уже как бы подарено, да. Ну, и что ребенок проснется уже, допустим, 1 января, и что ее возьмет уже этот подарок, ну, уже не то. Вот, знаете, вот как-то, не знаю, может быть, это мое представление о Новом годе, да. Ну, вот если вот внучка у меня пришла, тем более мы с внучкой-то не постоянно видимся, да, то есть от случая к случаю, поэтому я же не знаю, когда я с ней встречусь. На Новый год они, скорее всего, поедут к бабушке в деревню, и там будут отмечать. А после Нового года подарок дарить уже неинтересно. Ну, вот, когда я посчитала, что моей внучке будет интересно его получить, это тогда, когда она пришла, первый раз она увидела елочку, и нашла под елочкой подарочек. А сейчас она в таком возрасте, она задает очень много вопросов, ну, и я стараюсь правдиво отвечать на эти вопросы. И когда она меня спросит, а Дед Мороз он настоящий, я не могу ей соврать, потому что она уже знает, что он не настоящий. Или потом, когда она уже узнает точно, что он не настоящий, значит, бабушка соврала. Но это еще, знаете, это вот в Денечке еще можно сказать, что Дедушка Мороз, он еще пока, еще 4 года, но он еще не совсем понимает, где правда, где настоящий, где не настоящий. А уже вот 6-й год, уже дети понимают, уже взрослые там, рассуждают по-взрослому. Вот, так что, вот так вот Новый год проходил у меня в детстве. Ну, а в спорткомплексе, когда мы ходили в спорткомплекс, там, конечно, было и фигурное катание, там лед на коньках, представление, целый спектакль делали. Это тоже было очень интересно, посидеть, посмотреть. И также потом уже в хорошем настроении получить этот подарок после представления. Ну, тоже всегда вот эти вот билетики были. И эти билетики выдавали то ли на заводе, то ли где-то, но как-то были они вот, наверное, даже каждый год, насколько я помню, всегда. Ну, а у нас дома, я не помню вообще, честно говоря, чтобы родители под елку ложили подарки. Я помню, что вкусности покупались, какие-то там яблоки, мандарины. Вот мандарины, это вообще всегда ассоциировались с Новым годом, запах мандарин. Там какие-то конфеты, ну, в основном, конечно, конфеты, вот эти были какие-то подарки. Подарки подарены на одной елке, на другой елке, там утренник какой-то где-то, там тоже подарки. В общем-то, конфетами мы были обеспечены на весь Новый год, поэтому родители особо-то конфеты не покупали, но вот мандарины, я помню, мандарины, яблочки, вот это мы любили покушать, да. Мандарин было, завались. Ну, и честно говоря, я не помню, может быть, я тогда еще совсем была маленькая, что даже вот тот момент я не помню, когда родители говорили, что Дед Мороз настоящий. Я помню все свое детство, насколько я его помню, я знала всегда, что Дед Мороз, он не настоящий, поэтому я и сама вот как бы так вот это вот сочинять это детям своим, внукам вернее, не хочу. Ну, а когда уже мои дети были у меня маленькими, тогда Новый год мы встречали, в принципе, иногда дома, иногда с родителями, но когда дети совсем маленькие были, вот еще какой-то дошкольный возраст, то, да, дети в это время уже спали, именно 12 часов дети в это время уже спали, а когда они были уже школьного возраста, то 12 часов вместе с нами встречали, вот с мужем, я помню даже, как-то мы совершенно безалкогольный Новый год решили сделать, муж у меня был после больницы, ему пить было нельзя, я купила детское шампанское, и перед Новым годом мы затеяли такие аттракционы, я помню, ниточку натянули, а на ниточку, вот такие вот на ниточке, конфетки подвесили, потом какие-то бумажечки с какими-то заданиями, а там задание было или песенку спеть, или станцевать, или еще что-то, и вот так подвешивали, завязывали глаза, и ножничками вот так вот шли, и срезали какую-то вот, либо конфетку, либо какое-то задание, вот такая была игра, потом еще какие-то аттракционы мы придумали, в общем, у нас был очень веселый Новый год, потом 12 часов пробило, мы салют посмотрели, и легли все спать, вот такой был очень прекрасный Новый год, у нас был трезвый, один безалкогольный, ну а вообще, да, когда детей нету, Новый год, классно встретить с друзьями, там молодежь, это все весело, ну по крайней мере, раньше было весело, мы обязательно там что-то там, танцевали, танцульки устраивали, гуляли там до утра, было такое, а когда уже дети появляются, тогда уже дома, в семье, потому что детям надо спать, а спать им желательно в своей кровати, ну и самим потом уже, чтобы ночью вот это вот, никуда не добираться, чтобы не ютиться где-то, не стеснять кого-то, тоже, конечно, это такой домашний праздник, семейный праздник, а 1 января уже, мы когда просыпались, допустим, и мы тогда шли уже в гости, ну в основном к родителям, или кому-то из друзей, ну в основном к родителям мы шли, и там уже днем сидели, как бы с Новым годом опять друг друга поздравляли, подарочками какими-то обменивались, и с родителями вот 1 января, я помню, мы сидели, в общем, всем было классно, всем было весело, ну вот обычно так, самое главное, такое, знаете, предпраздничное настроение, это все-таки перед Новым годом, а потом Новый год, ну 1 января, и все, и праздник закончился, на этом, на этом все и заканчивается веселье, а как у вас проходит, девочки, вот напишите мне, какие может быть интересные, новогодние у вас были, когда уже дети есть, вот как вы праздновали Новый год, напишите, у кого дети верят в настоящего Деда Мороза, а у кого не верят, мне тоже интересно узнать, как у других все это проходит, напишите вам, как вам нравится сегодняшний фон, я села на фоне, включила эти лампочки для настроения, и даже делала такую блузочку, со звездочками, чтобы просто вот было такое, какое-нибудь настроение, такое праздничное, предпраздничное, я хотела этим видео, поднять вам настроение, ну и себе тоже, спасибо той подписчице, которая подала мне такую классную идею, ну а на этом я, девочки, хочу с вами попрощаться, мне кажется, я все рассказала, что вспомнила, если я подняла вам настроение, мне очень приятно, пишите комментарии, кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok